Солнечный круг Пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет небо Пусть всегда будет мама Пусть всегда буду я Милый мой друг, добрый мой друг Людям так хочется мира И в пятьдесят сердце опять Не устает повторять Пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет небо Пусть всегда будет мама Пусть всегда буду я Пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет небо Пусть всегда будет мама Пусть всегда буду я Тише солдат, слышишь солдат Люди пугаются взрывом Тысячи глаз в небо глядят Губы упрямо твердят Пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет небо Пусть всегда будет мама Пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет небо Пусть всегда будет мама Пусть всегда буду я Против беды Против войны Станемся наших мальчишек Солнце навек Счастье навек Так повелел человек Пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет небо Пусть всегда будет мама Пусть всегда буду я Пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет небо Пусть всегда будет мама Пусть всегда буду я На страну вновь октябрь опустится И труба позовет за собой Карусель детства нашего кружится На портрете такой молодой И пройдет марш пионеров Во всем весе макронной зуме Бороздят просторы неба Корабли, корабли, корабли Красным мелом я рисую смело Мир, труд, май Красным мелом я рисую смело Мир, труд, май Мир, труд, май У печенья устан на мартеновских Закаляется крепкая сталь Не забудем на путь, где мы дедушки Только мир, только труд, только май Пусть горит, не краснет пламя Пламя красной заветной звезды И значок юности знака На груди, на груди, на груди Красный И мы приветствуем всех, кто приближается сейчас К площади мира нашего поселка В праздничной колонне Колонну возглавляет администрация Поселка Зеленоборский В 2016 году у поселка появился свой герб Своё знамя Появился новый сапновый сквер Стелла Появились новые спортивные и культмассовые мероприятия На свет появились новые семьи И, конечно, новые дети А значит, поселок продолжает жить Так мы встречаем администрацию нашего поселка В настоящее время органы местного самоуправления Предоставляют совет депутатов городского поселения Зеленоборский И администрация городского поселения Главой городского поселения Зеленоборский Является Самарина Ирина Николаевна Главой администрации Олег Николаевич Земляков Наша администрация является не только исполнительно-распорядительным органом, но и обладает полномочиями для осуществления отдельных государственных. Итак, встречаем нашу администрацию! С выше 20 лет в органах местного самоуправления поселка Зеленоборский проработали Ансифорова Тамара Васильевна, Гаврилова Нина Алексеевна, Улитина Анна Игнатьевна, Михалевич Любовь Александровна, Зловина Валентина Александровна, Малкова Майя Александровна, Кривина Ольга Петровна, Шаховцова Любовь Павловна, Дорогие друзья, с праздником вас! Ура! Ирина Николаевна, Олега Николаевича Любовь Павловна мы приглашаем на нашу сцену. Первые праздничные шары улетели в небо! Нам подходит градообразующее предприятие нашего поселка. Встречайте! Книжегубская гидроэлектростанция каскада Нивских ДЭС. Фириал Хольский, ДГК-1. Начальником является Владислав Александрович Саратский. Мы просим вас остановиться, мы вас поприветствуем. Наша гидроэлектростанция является второй помощностью. Ветеранами и пенсионерами ДЭС гордится не только Зеленоборске и Мурманской области, но и вся страна. Александров Николай Дмитриевич, Мокичев Николай Иванович, Иванова Татьяна Федоровна, Шорникова Людмила Семеновна, Вариода Валентина Итакимовна, Горбачева Мария Николаевна, Туна Михаила Романовича, Кустов Николай Борисович, Савельев Николай Николаевич, Бронин Александр Васильевич, Бронина Наталья Яковлевна, Голомиров Виталий Михайлович, Речинский Аркадий Владимирович, Луканов Владимирович Геннадьевич, Иванов Борис Сергеевич. Дорогие друзья, с праздником! Ура! И к нам подъезжает Кавдозерское лесничество! Кавдозерское лесничество образовано было в 1955 году! Здесь были замечательные люди, которые сохраняли зеленый борт именно зеленым! Возглавляет с 1985 года наше лесничество! Александр Иванович Павлов! Дорогие друзья, остановитесь, мы вас поприветствуем! Именно в лесничестве есть династии Дружининых, Ярославцевых, Семечевых, Лукичевых! Достижениями нашего лесхоза является то, что наш лесхоз лучший лесхоз в Мурманской области! И, конечно же, это победитель зеленой лесхоз области! Самое главное, территория государственного областного казенного учреждения Кавдозерское лесничество является мотельной территорией Российской Федерации! И, конечно же, в лесничестве работал очень известный человек Тамара Федоровна Саранская! Самый известный лесничий не только в Мурманской области, но и в всю Россию! Дорогие друзья, с праздником вас! Здоровья! А самое главное, с днем рождения нашего поселка! Желаем вам работать на благо нашего отечества! С праздником! И мы встречаем самый взрослый садик! Потому что он самый-самый почетный! Он самый воздушный! Мы встречаем детский сад Адуванчик! Возглавляет детский сад Наталья Васильевна Калечкина! В нем работают замечательные и талантливые педагоги, которые достигли больших результатов не только в областных, но и в всероссийских международных конкурсах! Дорогие друзья, поздравляем вас с праздником! Желаем яркого и теплого лета, несмотря на то, что 1 мая чуть-чуть стало холодным! Продолжайте любить, воспитывать наших детей! С праздником! С днем рождения, Зеленоборский! Я люблю наш детский сад! Сказки здесь с утра шалят! На прогулке том и черри, джемом красилика! Ну а следующий садик, который мы встречаем, конечно, детский сад «Березка»! Руководителем предприятия, руководителем, которым гордится наш поселок, является Ломагина Наталья Михайловна! И со всей своей дружной командой они прибывают к нашей сцене! Детский сад, как и все сады нашего поселка! Ветеранами детского сада являются Дулька Лина Александровна, Забалуева Нина Евгеньевна, Маковеева Надежда Валентиновна, Макеева Людмила Петровна, Никитина Вера Ниловна, Посмелова Ирина Афанасьевна, Пасечникова Римма Ильинична, Пыкова Надежда Анатольевна, Яблокова Римма Тимофеевна, Глацунова Эльвира Ивановна и многие другие те, которых мы встречаем каждый день! И знаем, что эти люди работали и работают в детском саду «Березка»! Ура, ребята! С праздником вас! И теперь мы встречаем самый молодой детский сад нашего поселка! Встречайте! Детский сад «Родничок»! Детский сад занимается научно-техническим творчеством воспитанников. В 2012 году детский сад несет список национального реестра ведущей образовательной учреждения. «Родничок» победитель регионального конкурса «Детский сад года» в Мурманской области 2011. Награжден серебряной медалью за победу во всероссийском конкурсе «Росточек мир спасут дети». Возглавляет детский сад Вострикова Ольга Леонидовна! 85% дошкольной организации имеют высшую педагогов, имеют высшую первую квалификационную категорию. Ура детскому саду «Родничок»! «Родничок»! «Родничок» «Родничок» Я помню в жаркий день и вверх в зелячьем звене, Как будто Порш мне протянуло, чтоб напоить меня. Живи, родник, живи, родник моей любви, Любви к земле одной, к земле наверх одной. Живи, родник, живи, родник моей любви, Любви к земле одной, к земле наверх одной. Вода, живая вода, она как любовь чистая, Штука тонка, тонка и легка, своё, чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё. Любви к земле одной, к земле наверх одной. Живи, 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 родник моей любви, Любви к земле наверх одной. Браво, детский сад, родничок! С праздником вас! Детский сад, родничок! Ветераны, Фёдорова Лидия Николаевна, Мурадян Нина Васильевна, Кулешова Ирина Николаевна, Евгеньева Ида Александровна, Егорова Галина Павловна, Мельзулюма Анатолий Ивановича Лариса Павловна, Железова Светлана Михайловна, Атипинка Галина Алексеевна, Степанова Надежда Анатольевна, Чеснокова Людмила Ивановна. С праздником, дорогие друзья! В нашей сцене подходят образовательные учреждения. И, конечно же, колонна образовательного учреждения возглавляет школа номер 6, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. В этом году нашей школе, как и поселку, исполнится 65 лет. С 95-го года школу возглавляет Кабанов Геннадий Александрович! Ура, дорогие друзья! С праздником! На высоком уровне в школе происходит исследовательская деятельность. Хорошие и отличные показатели на региональном этапе Всероссийских Олимпиад школьников. Наши дети были победителями президентских состязаний, победителями школы безопасности. Ветеранами школы являются известные люди поселка, простого Ольга Изосимовна, которая более 40 лет проработала в школе, Дашкова Нина Алексеевна, Егорова Галина Николаевна, Дерябина Нина Васильевна, Кабанова Валентина Арсеньевна, Жданова Светлана Валентиновна, Дианова Галина Ивановна, Мускин Николай Федорович и многие учителя, которыми гордится Мурманская область. Дорогие друзья, желаем вам здоровья, процветания, высоких показателей, а самое главное, пусть наши дети берегут вас, а мы будем беречь вас с праздником в Сиреноборске, с днем рождения с 1 мая, ура! Друзья, не спросим, спросим, 6,8, 48, 8, 6, я уже не прошу. Замечательную школу, которая воспитала очень много талантливых людей. Дорогие друзья, спасибо вам за ваш труд. В колонии тут известные всем люди, я думаю, что обязательно мы все вместе должны крикнуть «Урал 18-й школе!» Урал 18-й школе! Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств номер 2. В нашем поселке принято приветствовать нашу школу как музыкальную школу или просто школу искусств, потому что наша школа неповторимая. Наша школа воспитала большое количество детей, научила их любить искусство, рисовать, петь, танцевать, а самое главное – любить жизнь. Наша школа придумала тот самый фестиваль, который теперь известен на всю Мурманскую область, на весь северо-западный регион. Мне через сердце виден мир. Возглавляет школу Савельева Мария Викторовна. Дорогие друзья, желаю вам счастья, любви, процветания, а самое главное – чтобы все ваши мечты свершились, и пусть дети поют еще ярче, танцуют и веселят не только своих родителей, но и, конечно же, радуют всех зрителей. С праздником! Ура! Музыкальная школа! Школа искусств номер 2. И идет шикарная колонна под названием Государственное областное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. Зеленоборская санаторная школа-интернат. Школу возглавляет Титова Валентина Анатольевна. Основные направления работы – это реализация образовательных программ и, конечно же, организация отдыха и оздоровления детей. Коллектив – постоянный участник традиционного туристического слета. И обычно это первые места с 2013 года наш коллектив из «Истин-7». Также коллектив победитель областного конкурса методических материалов. Победитель командного первенства соревнований «Побега» в 2015 году. Активный участник добровольных акций «Доброе сердце» в поддержку детей-инвалидов подаря открытку ветерану. Педагоги, обучающиеся школы, являются неоднократными победителями муниципальных, областных, всероссийских и международных конкурсов Олимпиад. Педагоги школы активно распространяют свой педагогический опыт. Участие в профессиональных конференциях, семинарах, форумах различных уровней. Дорогие друзья, с праздником, с 1 мая, с днем рождения нашего поселка. Ура, санаторная школа! Ура! Ура! Девочки, нормально все? Нормально все! Встречаем федеральное казенное учреждение, колония поселения номер 20, Усин, Россия, по Мурманской области. История колонии началась в 1951 году. Возглавляет учреждение Тарасов Дмитрий Викторович. Основные направления теченности дерево-переоброводка. Почетные ветераны учреждения Тарахович Владимир Владимирович, Веденеев Сергей Анатольевич, Тимофеев Виталий Александрович, Переснев Владимир Валентинович, Кожин Сергей Ефимович, Емельянов Николай Егорович, Игулкин Александр Александрович, Лангуев Иван Михеевич, Пескунов Сергей Владимирович, Катюков Олег Владимирович, Петровичев Александр Васильевич, Климентьева Татьяна Васильевна, Куликов Владимир Юрьевич, Майорова Галина Анатольевна и многие другие. В нашем учреждении есть трудовые династии. Головачук Александр Нилович, Носарев Владимир Аркадьевич, Терентьев Василий Аркадьевич. Дорогие друзья, с праздником! Здоровья вам, успехов в работе! А самое главное, будьте счастливы! С праздником, с 1 мая, с днем рождения нашего поселка! Ура! Люди, которые готовы всегда выслушать, поддержать и помочь не только морально, но и физически. Встречайте, зеленоборский филиал Кандалажского ЦРБ. Нашу зеленоборскую больницу, которого возглавляет Есипович Евгений Казимирович, который стал легенда нашего зеленого бора. На базе нашего филиала открыто отделение сельсинского ухода, которое поступает в больнице всей Мурманской области. Трудовые династии. Семья Есипович, семья Борисовой. В нашей... Наши учреждения знаменито и богато людьми, которые являются яркими личностями, которые внесли большой вклад в развитие нашего поселка тем своим трудом, что перегли и охраняли здоровье наших односельчан. С праздником, дорогие друзья! Ура! Ура! Замечательное идет учреждение! Я думаю, за этим учреждением будет будущее нашего поселка. А прибыли они прямо с берега Белого моря. Встречайте, Книжи-Кубский рыбоводный завод, который введен действия в 1962 году. За 55 лет работы завод выпустил естественные водоемы 12 миллионов 731 тысячу 429 штук молоди Атлантического лосося. Ежегодно Книжи-Кубский рыбоводный завод преусполняет план по выпуску молоди семги в естественные водоемы Кольского полуострова. 13 апреля текущего года произвел плавный выпуск 180 тысяч сигалеток умской популяции в реку Умбу. Если вы не наш рыбный развод, я не знаю, что бы делали воды без нашей рыбки. Возглавляет завод почетный рыбовод России ветеран труда Колусова Елена Александровна, которая в июне 17-го года отметит 45-летие со дня поступления на Книжи-Кубский рыбоводный завод. Дорогие друзья, с праздником! Нам с вами есть чем гордиться! С днем рождения поселка! Удачи вам в работе! И побольше рыбы на нашем столе! Ура! Вот так красиво под велическую композицию к нашей сцене прибывает наша замечательная Зеленоборская библиотека муниципального бюджета учреждения культуры Зеленоборская централизованная библиотечная система руководителем которой является Никлюдова Софья Владимировна В нашей библиотеке работают неравнодушные, активные люди В цели приближаются люди которые в нашем зеленом бару нашли все-таки Остров Сокровищ! Встречайте Центр развития творчества детей и юношества Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования которое возглавляет директор Соколова Елена Сергеевна Уже 32 года учреждения реализуют программы в библиотеке культурно-осторожительную туристско-кроеведческую техническую художественно-эстетическую социально-педагогическую являются победителем всероссийских реагиональных конкурсов ТОП-100 лучших практик организации летнего отдыха детей и подростков по итогам реализации проекта Остров Сокровищ социально-ориентированный проект Тропа здоровья ветераны организации Ласкина Надежда Леонидовна Ильинский Александр Александрович Павлова Елена Амфедотовна дорогие друзья с праздником яркого будущего ждем от вас еще новых открытий не только Остров Сокровищ но и полуостров счастья с праздником с 1 мая и с днем рождения нашего поселка ура ну и конечно же к нашей сцене идет еще одно замечательное учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры сделано Борский центральный дом культуры в доме культуры работают 4 показательных коллектива хочу вам сказать на сравнение что в Металлургии всего лишь на один больше исходя из того что наши коллективы являются гордостью Мурманской области а некоторые даже сей России возглавляет колонну известный народный фольклорный коллектив поморочка нас немного потому что мы и сейчас на выступлении директором является Сазонова Елена Геннадьевна неравнодушная к нашей жизни в колонии замечательная вокальная группа Ваталинка большой привет от ветра перемен которые сейчас в Кандалакше большой привет от телебома и стратной студии которые теперь на сцене а самое главное побед счастья любви здоровья дорогие друзья чисто профессионально побольше бы нам выходных ура с праздником и конечно же еще один замечательный дом культуры встречайте дом культуры Восток дом культуры Восток прославился тем что всегда готов встретить людей с открытой душой готов дарить людям радость устраивать праздник на пустом месте а самое главное не смотреть на время и всю свою жизнь дарить людям радость возглавляет коллектив дома культуры замечательный человек человек праздник Сидоплатова Надежда Ивановна здоровья 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 отличная материальная база а самое главное дай бог нашим домам культуры хорошего ремонта Надежда Ивановна береги себя куда мы без тебя праздником в Зеленоборске ура и к нам приближаются люди которые отвечают за все электричество в нашей поселке конечно же сначала нам его дает наша гидроэлектростанция а потом есть люди которые просто включают этот свет встречайте гору электросеть которую возглавляет скачилом Александр Николаевич в учреждении работают замечательные люди профессионалы своего дела многие из них родились здесь в нашем поселке остались и работают на благо нашего поселка дорогие друзья желаем вам чтобы никаких аварий никаких сбоев и всегда наш поселок светился и был самым лучшим ура с праздником с 1 мая и с днем рождения Зеленоборского и еще одна дружная компания несмотря на холод ветер отсутствие солнца приближается к нам к нам приближается Канталакшский комплексный центр социального обслуживания населения который возглавляет Матюшкина Светлана Викторовна то есть это те люди которые помогают нашим пенсионерам которые следят за тем чтобы у каждого несмотря на его физическое здоровье был дома хлеб тепло чистота уюта самое главное внимание эти люди отдают все свое сердце в своей работе они настолько внимательны а самое главное ведь они тоже все известны в нашем поселке если мы просто так приходим в магазин а не приходят в магазин чтобы помочь другим и тащат большие сумки кому-то в дом чтобы всем было весело и хорошо а еще приносят туда праздник жизни и понимание дорогие друзья здоровья вам счастья с днем рождения Зеленоборский и с 1 мая ура вот так дорогие друзья наши коллеги и артисты немножко испугались и сказали приедем к вам 9 мая с концертной программой мы испугались что улетят батут батуты или совсем замерзнут наши дети поэтому весь праздник решили перенести на 9 мая и мы благодарны что вы не испугались ни ветра ни холода и собрались поддержали весь свой поселок вы пришли сюда а это значит что мир труд май будет всегда это значит что наш поселок свой день рождения празднует не последний раз с праздником вас ура ну а теперь слово предоставляется главе муниципального образования поселок Зеленоборский Саварина Ирине Николаевне Дорогие зеленоборчане сегодня у нас двойной праздник праздник труда и весны и конечно же праздник нашего зеленоборского 65 лет со дня основания поселка вот я смотрю на эту площадь и радуюсь и чувство гордости за вас за зеленоборский я говорю какие же вы молодцы молодцы потому что вы сегодня здесь потому что вы не испугались не совсем хорошей холодной погоды потому что вы все вышли и приняли участие в нашем праздничном торжественном мероприятии и я еще раз и еще раз убеждаюсь и говорю что зеленоборские самые лучшие в зеленоборском всегда живут только самые лучшие люди и зеленоборские всегда впереди я хочу еще раз вам заверить вас в том что и я лично и вся администрация будет делать все чтобы ваша жизнь в зеленоборском была комфортнее и светлее чтобы у вас всегда было такое же праздничное радостное настроение как сейчас мы вами гордимся мы вас очень любим мы преклоняемся перед вами спасибо вам огромное за то что вы у нас есть за то что вы сегодня здесь и еще раз с праздником еще раз с юбилеем спасибо вам за ваше единодушие за вашу поддержку за ваше понимание теперь я знаю точно что 1 мая мы тоже будем всегда здесь собираться потому что это здорово видеть ваши радостные счастливые лица несмотря ни на какие погоды и ветра и дожди спасибо вам огромное с праздником всего вам самого доброго здоровья вам вашим близким благополучия удачи успехов всего самого хорошего что есть на этом свете спасибо еще раз спасибо вам